Представитель Узбекистана также, потому что у Григоряна тоже был представитель Узбекистана. Здесь Баратов Дишотбек, Узбекистан, соперник в Шведабадзе во второй встрече. У Баратова также, если я не ошибаюсь, второй поединок. И сразу, сразу берет Шведабадзе захватом сверху. Пытается доминировать, пытается подавить сопротивление соперника. Сейчас немного согнулся, дает такую возможность для... И уходит на колени, да, не совсем правильно сейчас защищался Роберт Шведабадзе. И получает наказание Шидо за вот такую низкую блокирующую стойку. Нужно, нужно бороться за захват. Нужно, нужно выигрывать борьбу за захват. Ну вот, также неплохой в физическом плане у него соперник. Пока не уступает, не уступает. Вот сейчас вновь Шведабадзе берет захват сверху и вынуждает ошибаться, на мой взгляд. Ошибаться. И на этот раз за то же самую ошибку, что и Роберт Шведабадзе получает наказание Баратов. Борются за захват, вот пытается, пытается. Вот сейчас подсечкой Коучигари, такой подсечкой, зацепом изнутри. Неплохо сейчас так обозначил Роберт Шведабадзе, но атаки не получилось. Подсечкой сбивает соперника на живот, вне ваза. Будет продолжение. Переворачивает, переворачивает, ногами блокирует. Вот теперь нужно завязаться на плечевом поясе. Нет, нет, не дает Баратов. Не дает, но продолжается. Атака продолжается. Пытается в Шведабадзе довести начатую атаку до... Нет. Мате дает команду арбитр и поднимает стойку. Итак, практически половина встречи позади. Сейчас пойдет вторая половина встречи. Ну, первая половина встречи показала, что абсолютно равный поединок. И по замечаниям ровно оценок нет в этом поединке. Но вот соперник Шведабадзе никак, никак не уступает нашему Роберту. Непростой получился поединок. Ну, так издалека начал Баратов. И мало, конечно, было шансов, что эта атака пройдет. Вот сейчас в Неваза вновь попытку сделать Шведабадзе. Вот сейчас попытается, но нет. В глухой защите Дишотбек Баратов не дает, не дает атаковать себя и в Неваза. Пытаюсь. Пытается так плотную борьбу навязать Баратов. Вот сейчас Роберт вот так держал на дистанции. И в Неваза уползает. Уползает Баратов за пределы рабочей зоны. Вот сейчас атаковал Шведабадзе, но сумел сориентироваться так, среагировать Баратов. И вновь, вновь Неваза Шведабадзе рычагом переворачивает. Но вот зафиксировать само удержание не получилось. А так было все задумано очень хорошо. Задумано было хорошо, но вот исполнено не совсем удачно. Удачно. Продолжается встреча. По-прежнему ровно. Шида на шида, без оценок. Ну, зарубились. Зарубились на татаме. Вот сейчас подсечкой вновь проверил. Сбил на колени. И продолжение. Нет, нет, нет уже времени продолжать. Гонг звучит. Это значит, что закончилось основное время поединка. И нас ждет дополнительная встреча. Голден Скор. Да, да, да. Вот так надо обманывать. Нужно побольше таких обманных движений. Напрямую атаки не пройдут. О, выползает. Но я не знаю, можно ли это расценить как выход. Свободный выход за татами. Но первый раз никак не отреагировал арбитр. Да, и на этот раз все благополучно закончилось для Дешатбека Баратова. И вновь-вновь сбивает. Но вот сейчас потихоньку-потихоньку так переходит преимущество Швидобадзе. Вот сейчас вновь уходил. Но не наказывает. Вот такой арбитр не дает наказания. Казалось бы, умышленно избегая опасной ситуации. Вот так. Коучи Гарри. Вазари дает арбитр. Четко, четко на бок падает. И чуть-чуть бы доработал. Можно было бы рассчитывать на Япон. Но пока вот Голден Скор. И нам Вазари достаточно. Вазари. Тут любая оценка определяет исход встречи, определяет победителя. Вот так подловил Роберт Швидобадзе. Подловил соперника. Было несколько попыток. Те попытки не проходили. А вот здесь он четко сработал. Коучи Гарри под пятку выбил и роняет.